Моя часть сегодня касается видения пациентов с сахарным диабетом 2 типа, история современного подхода к такому классическому взгляду на управление этим серьезным хроническим заболеванием, многофакторный контроль, который всегда лежал в основе управления, который всегда для нас являлся основой, как говорится, для всех отдаленных исходов. И, собственно говоря, лечить таких тяжелых хронических коморбидных пациентов только лишь по пути исключительно гликемического контроля, в общем-то, всегда являлась для нас недостаточной стратегией. Это подразумевало непременную задачу контролировать в том числе и уровень артериального давления, как первоочередную кардиоваскулярную цель, равно как и уровни холестерина липопротеидов низкой плотности у этих пациентов. Но сегодня хочу говорить о том, какой роль и место занимает сегодня наша стратегия введения вот этого коморбидного заболевания с позиции современных алгоритмов. Хочу подчеркнуть, что наши алгоритмы были признаны в качестве клинических рекомендаций, утверждены одни из первых на портале Минздрава здравоохранения Российской Федерации. Сегодня они вывешены, и какие-то ключевые аспекты в лечении, введении этих пациентов я, конечно, сегодня пользуюсь моментом, хочу подчеркнуть. Первым делом хочу продемонстрировать вам сегодняшнюю нашу такую глобальную стратегию стратификации лечения и выбора наиболее оптимального подхода к ведению этих пациентов, уже начиная с первого дня заболевания, уже в дебюте, когда мы говорим о том, что наша задача проанализировать индивидуальную потребность пациента. И сегодня, как вы знаете, мы много об этом говорим и пишем, что пациенты с диабетом второго типа ведутся чрезвычайно дифференцированно, молодые, впервые выявленные, сохранные пациенты. Здесь у нас такая довольно интенсивная стратегия очень мощного старта, дальнейшей оптимальной своевременной интенсификации, усиления терапии, очень жесткие цели лечения и люди старшей возрастной группы, где мы идем напротив по пути либерализации целевых уровней. Поэтому сегодня, как вы видите, для нас ключевая задача подсчитать, проанализировать цель и посмотреть, какой динамики показателей глюкозы крови мы стараемся достичь. И хочу обратить ваше внимание, что монотерапия, в первую очередь, метформином приоритетно рассматривается исключительно у тех пациентов, у которых достаточно достижения динамики гликированного гемоглобина в пределах 1%. Все остальные больные нуждаются в той или иной комбинации, в обязательном порядке, как минимум двойная, а далее тройная, комбинация с инсулиновыми препаратами и так далее, и так далее, по мере достижения вот этой поставленной, в общем-то, получается предсказанной динамики гликированного гемоглобина. Поэтому сегодня мы можем сказать, требуется небольшая динамика, достаточно метформина, если больше 1%, невзирая на стаж диабета, невзирая на все остальные нюансы, мы должны использовать более интенсивную и более, так скажем, агрессивную задачу лечения этих пациентов. С другой стороны, должна сказать, что сегодня мы понимаем, что для людей старшей возрастной группы происходит очень серьезная либерализация целевых уровней гликированного гемоглобина, и последняя версия наших стандартов и клинических рекомендаций на сегодняшний день подчеркивает, что для людей старшего возраста гликированный гемоглобин от 8 до 8,5% является достаточным, и задача на безопасность является наиболее приоритетной, и это очень важно осознавать и не осуществлять чрезмерную, недостаточно обоснованную с точки зрения интенсивности терапию у людей старшей возрастной группы. Ну и, конечно, говоря о многофакторном контроле, хочу подчеркнуть, что для наших пациентов как липидные показатели, так и показатели артериального давления являются чрезвычайно важными, и вы видите целевые значения, которые требуется достигать, и для этого, естественно, предусматривается тоже многокомпонентная терапия. Говоря уже о дальнейшей стратегии с точки зрения того, какую конкретно комбинацию препаратов выбрать, какие классы являются наиболее обоснованными для лечения наших пациентов, хочу продемонстрировать вам также сегодняшнюю уже разработанную утвержденную таблицу персонализированного выбора конкретного класса противодиабетической или сахароснижающей терапии. И вы видите, что сегодня в зависимости от доминирующей клинической проблемы, а это в первую очередь вопросы атеросклеротического заболевания и, соответственно, хронической болезни пучки, наличие этих двух компонентов. Вот, собственно говоря, на это в первую очередь мы обращаем внимание. Происходит распределение рекомендованных, приоритетных, преферентных препаратов. Там, где мы точно знаем, мы можем получить дополнительную протекцию, органопротективные эффекты. Вот такие очень важные для нас возможности первичной и вторичной профилактики, а все остальные препараты уже относятся либо к безопасным, нейтральным, либо к менее рекомендованным, потому как имеют те или иные нежелательные побочные события. И вы видите, что если у наших пациентов есть сердечно-сосудистые факторы риска, а таких подавляющее большинство, сегодня обсуждаем, что их более 70%, или есть уже сердечно-сосудистые атеросклеротические заболевания, хотелось бы интегрировать в комплексную терапию, а вы помните, что, скорее всего, это будет как минимум двойная комбинация, препараты двух преферентных классов. Либо ингибиторы НГЛТ второго типа, либо агонисты ГПП-1, они рекомендованы, поскольку доказаны их существенные преференции с точки зрения исходов. Особенно хочу сфокусировать ваше внимание на сердечную недостаточность, понимая, что это основная причина, которая будет являться летальностью у наших пациентов, если мы представим, что ургентные ситуации будут каким-то образом устранены, поэтому, безусловно, приоритет с затаблетированными формами блокаторов белков, котранспортеров глюкозы на уровне почек является для нас очень и очень важной опцией. Но сегодня хочу ваше внимание привлечь вот к этим безопасным, нейтральным препаратам, поскольку, конечно, далеко не всегда преферентные классы являются доступными с точки зрения даже, может быть, экономического компонента, и, собственно говоря, не имеют ограничений с точки зрения коморбидной картины, и мы реально их можем назначить. Очень и очень часто нам приходится использовать другие препараты, относящиеся к нейтральным, безопасным классам, которые позволяют нам достигать вот тех ключевых задач, которые вошли в понятие многофакторного контроля. И сегодня, достигая гликемических параметров, мы в то же самое время можем и улучшать показатели гемодинамики, и добиваться лучших параметров липидного обмена. Именно поэтому сегодня мы активно обсуждаем кардиологические точки зрения, кардиологические акценты введения наших пациентов с сахарным диабетом второго типа. И вы видите, что они выходят на первое место с точки зрения всех наших эндокринологических экспертных сообществ. Как только у пациента появляются атеросклеротические заболевания или множественные факторы атеросклеротического риска, или сама по себе хроническая болезнь почки, мы сразу идем по пути назначения преферентных классов. Но там, где это еще не состоялось, во многом вопросы безопасности выходят на первое место, и лечение может быть осуществлено разными подходами, но в обязательном порядке, без гипогликемических реакций и без нарастания массы тела. И вы видите, что уже обновленные наши стандарты на 2020 год Американско-Европейско-диабетических ассоциаций подчеркивают, если все-таки нет подтвержденного атеросклеротического заболевания, лечи по многофакторной стратегии с учетом вот этих ключевых преферентных критериев, без гипогликемических реакций и без снижения массы тела. И здесь вы видите, очень во многом рекомендуется препарат из класса ингибиторов ДПП-4, хорошо зарекомендовавших себя в нашей терапевтической части, там, где мы их очень-очень часто подключаем, и в качестве комбинации, и в качестве преферентного класса для ведения подавляющей доли пациентов. Сегодня, обсуждая лечение диабета, мы акцентируем внимание на множественные мишени. В первую очередь, позиции сахароснижающей терапии. И первая составляющая, вы видите, да, конечно, необходимо достичь целевого гликированного гемоглобина, мониторировать его и, конечно, ни в коем случае не выпускать из коридора целевых значений. Но кроме этого, первого и очень важного акцентного вопроса нас интересует, как себя поведут на фоне нашей терапии сопутствующие заболевания, как будут себя вести микроциркуляторные ожидаемые события, характерные для сахарного диабета, в первую очередь на уровне почки, миокарда, ну и, конечно, сами сердечно-сосудистые заболевания. Вы видите, что в первую очередь нас интересуют стенокардия, инфаркты, инсульты и так далее. И не только конечные события, но и, как таковые, любые побочные явления, связанные с ухудшением самочувствия, госпитализации, требующие интенсификации терапии и так далее. Поэтому сегодня вот эта коморбидная патология, как вы видите, во многом начинает предопределять наш выбор с точки зрения сахароснижающего препарата. Ну и вот здесь вот еще хочу, чтобы вы ни в коем случае не проигнорировали и третий акцент, который по-прежнему продолжает свою роль вносить в решение вопроса о выборе терапии, все-таки попытки повлиять на прогрессирующую природу самого заболевания. На сегодняшний день эндокринологическое сообщество во многом все-таки еще сохраняет серьезные планы на достижение вот и этой третьей задачи. Лечить так, чтобы не только улучшать прогноз больного, но и замедлять патогенетические механизмы, обуславливающие его прогрессию. Сегодня здесь акцент большой приходится на бета-клеточную секрецию, и мы понимаем, что с точки зрения множественных патогенетических факторов, которые лежат в основе той гипергликемии, на которую мы сегодня по-прежнему делаем ключевой акцент с точки зрения лечения, именно энкретиновая терапия является наиболее могущественной. И если говорить о таблетированных формах, то это, конечно, в первую очередь и единственный класс – это ингибиторы ДПП четвертого типа. Именно они на сегодняшний день признаются самыми оправданными с точки зрения воздействия на патогенез заболеваний. Но в то же время они не показали больших перспектив с точки зрения влияния на атеросклеротические заболевания, но с точки зрения раннего назначения могут вносить очень весомую лепту в общую целостную картину управления сахарного диабета. Поэтому на сегодняшний день очень и очень акцентно, начиная с 2017 года, эксперты говорят, да, метаболический контроль, безусловно, кардиоваскулярная ситуация в первую очередь под контролем, это тоже безусловно, но с другой стороны, многогранность патофизиологии второго типа диабета заставляет нас направлять свое лечение не только на симптоматическое устранение гипергликемии, но и во многом на устранение тех механизмов, которые, возможно, лежат не только в основе прогрессии гликемических факторов, но и в основе прогрессии всей остальной множественной патологии, сопутствующей патологии, которую мы считаем имеет диабетический генез. Поэтому сегодня терапия до удачи подразумевает очень во многом вот такой с точки зрения патофизиологии акцентный выбор препаратов. Видите, максимальное число звеньев патогенеза должно подвергаться коррекции, влияние на функцию бета-клетки основное, и, конечно, во многом это ранняя рациональная комбинация, которая должна быть действительно ранней. И мы не должны думать о ней как о спасательном круге, а именно буквально с дебюта, с первых дней болезни, с учетом потребностей, с которых я стартовала. Поэтому хочу немножечко два слова сказать про функцию бета-клетки, от чего она зависит вообще на сегодняшний день. Вот феномен выгорания, ее функционального потенциала во многом локализуется в плоскости хорошо известных нам с вами механизмов. Глюкотоксичность, липотоксичность, стресс эндотериальный ретикулум, оксидативный стресс, провоспалительные и так далее, и так далее. Статусы, которые мы сегодня однозначно подтвердили. Но вот посмотрите, инкретиновые эффекты – это важнейший и очень мощный инструмент, который мы имеем в своих руках на сегодняшний день, и можем его подключать к управлению метаболическими параметрами и коррекции патогенетических дефектов. Поэтому, вы видите, для того, чтобы устранить эти причины, можно использовать разные стратегии, в том числе динамику массы тела, устранение, как говорится, разных таких ключевых вопросов, в том числе и с помощью бариатрической хирургии. Но медикаментозные интервенции очень во многом сегодня позволяют нам действительно осуществлять это. И ингибиторы ДПП-4 – один из таких препаратов. Поэтому сегодня хочу вам немножечко тоже, знаете, представить этот класс с позиции его выгодных сторон, которые нас интересуют. Хочу сказать, что с точки зрения механизма действия для нас, чрезвычайно выгодны для очень многих пациентов, для молодых в дебюте, потому что блестяще влияют на ранние патогенетические факторы для людей старшей возрастной группы, благодаря своей исключительной безопасности и вот такому физиологическому воздействию на те дефекты, которые мы имеем. Но хочу, знаете, еще пользуясь моментом, подчеркнуть, что используя инкретиновую терапию, мы не только можем моделировать эффекты инсулина, мы во многом начинаем моделировать инкретиновые эффекты. А ведь это самостоятельные гормоны, которые имеют свои множественные мишени воздействия и тем самым получать многократную пользу. Далее хочу сказать, что профиль безопасности чрезвычайно качественный. Особых замечаний с точки зрения каких-то таких акцентных ниш на сегодняшний день не обозначено. И сегодня-сегодня представлена большая линейка препаратов внутри класса, которые идут по пути, в общем-то, все больше и больше экономической доступности препаратов этого класса. И вот с этих позиций хочу представить вам клон ситоглиптина, наиболее востребованного в мире представителя ингибиторов ДПП-4. В нашей стране он представлен как в оригинальной молекуле, так и в ее абсолютном клоне под названием ксилевия, который также обладает, в общем-то, абсолютно теми же доказанными свойствами, но имеет несколько лучшую с точки зрения экономической доступности характеристику. И вот далее хочу продемонстрировать вам, посмотрите, какое количество гормональных механизмов мы с вами модифицируем, назначая препараты этого класса. Мы используем уже эффекты глюкогоноподобного пептида первого типа, мы подавляем избыточную секрецию глюкогона, мы восстанавливаем и уменьшаем нагрузку на бета-клетку, тем самым оказываем органопротективную составляющую. Ну и на этом фоне устраняется глюкозотоксичность и метаболические эффекты. Хочу показать вам данные по подавлению гиперглюкогон и мии. На сегодняшний день это не только параметры, отражающие избыточную функцию островкового аппарата поджелудочной железы. На сегодняшний день это гормон, который отвечает за проаритмогенный статус у наших пациентов, во многом отвечает за контрансулярный фон, который потребность в огромном количестве в инсулине повышает, и многие другие метаболические издержки. Поэтому сама по себе вот эта способность дополнительно устранять этот мощный, как говорится, гормон с поля, как бы такого патогенетического видения диабета, это очень и очень важно. Еще хочу подчеркнуть, когда мы используем препараты этого класса, и в частности ксилевию, ситоглептин, мы добиваемся лучшей вариабельности суточной гликемии. Глюкоза имеет способность меняться каждую единицу времени, и, конечно, вот такие мощные воздействия с точки зрения стимуляции секреции или потребления пищи, углеводосодержащей, приводят вот к такой, как мы называем, пиле, или вот этим долинам и падениям глюкозы. Поэтому на фоне препаратов этого класса мы имеем гораздо более ровный гликемический профиль. Вариабельность глюкозы уменьшается, и вместе с этим уменьшается роль оксидативного стресса, меньше повреждений эндотелия, меньше предпосылок, в том числе и для атеросклеротического повреждения сосудистого русла. И поэтому сегодняшняя вот эта вот наша акцентная задача, в том числе уменьшать вариабельность глюкозы, тоже является одним из компонентов физиологичности, максимальной приближенности к физиологической норме в плане нашего лечения и в плане инновационных технологий. Ну и, конечно, процент достижения целевых значений гликирного гемоглобина. Хочу вам сказать, что, безусловно, с учетом вот такого патогенетического вклада препаратов, во многом высока. И вы видите, 65 до 70% людей в комбинации, применяя препараты этого класса, достигают целевых значений гликирного гемоглобина. Даже тогда, когда они уже нуждаются в инсулиновой поддержке. И вот это очень и очень важно. Мы понимаем, что даже инсулиновые режимы ни в коем случае не противоречат назначению препаратов из класса ингибиторов ДПП-4. И вот, в частности, на фоне ситоглептина может даже уменьшаться потребность в инсулиновых препаратах. Вы видите, порядка 4-5-6 единиц может предусматриваться даже снижение дозы, что, вы понимаете, является, в общем-то, очень важным подтверждением, действительно, очень важной физиологической составляющей такого лечения. Ну и еще, конечно, не могу не коснуться людей старшей возрастной группы. Это все-таки очень важный акцент. На сегодняшний день мы боремся за активное долголетие, за высокое качество жизни у этих пациентов. Тем более, что, наконец, у нас есть такой инструмент. И получается, что с помощью препаратов этого класса, ситоглептина в частности, мы можем добиваться качественного контроля без дополнительных гипогликемических рисков. И здесь моя задача, может быть, особенно ваше внимание сфокусировать, что очень часто мы назначаем по-прежнему препараты сульфаниломочевины. И у людей старшей возрастной группы никаких сомнений нет, что, конечно, препараты сульфаниломочевины должны быть устранены, потому что вызывают очень часто гипогликемические реакции разной степени тяжести. Поэтому это не является показанным или, как говорится, таким обоснованным вариантом терапии. Ингибиторы ДПП-4 – это лучшая, очень уподавляющая, так скажем, части больных, лучшая терапия, которую мы можем предложить для таких пациентов. Ну и, конечно, акцент на массу тела. С одной стороны, мы понимаем, препараты этого класса считаются вес-нейтральными, но уже сегодня показано, что очень во многом их влияние на вес связано с выполнением пищевых рекомендаций. Если люди не потребляют большого количества жиров, то они могут достигать достаточно выраженной динамики в весе. И сегодняшние метаанализы говорят до 5 кг через 3-4 месяца терапии. И вот наши российские данные говорят о том, что наши пациенты в среднем, без особых каких-то, так скажем, дополнительных рекомендаций, теряют порядка 3-4 кг. И это тоже, наверное, для нас хорошая, умеренная, но необходимая динамика в массе тела. И вы понимаете, что это происходит за 4-6 месяцев. И далее по мере поддержания терапии сохраняется, достигнутый результат, и мы не видим ускользания терапии. Поэтому хочу вам сказать, конечно, сегодняшние акценты в ведении пациентов с диабетом 2 типа все больше и больше фокусируются на кардиоваскулярных исходах, на почечных заболеваниях. И хочу представить вам ключевые органы, где оказывают свои очень важные, очень мощные и практически везде протективные эффекты инкретиновые препараты. Вы видите, рецепторы находятся и в почках, и в мозге, и в миокарде, и в легких, и в желудочно-кишечном тракте. А это означает, что подключая препараты инкретинового ряда, мы, по сути дела, улучшаем, модифицируем здесь патологическую картину. На сегодняшний день инкретиновое влияние на миокард, конечно, благогранно изучается, описано, но хочу продемонстрировать вам эффекты блокировки самой ДПП 4 типа. Она признается мощнейшим цитокином, активность которого у пациентов с диабетом 2 типа сама по себе высока, и поэтому ее блокировка дает нам очень много инструментов, которые в конечном итоге улучшают сократимость миокарда, ликвидируют дефицит энергии и гипертрофические процессы, и во многом препятствуют развитию сердечной недостаточности. Ну и, конечно, вот эта эндотелиальная дисфункция, вазоконстрикция тоже здесь находится в зоне регуляции. Ну и, конечно, должна вам продемонстрировать уже сегодняшние средневзвешенные выводы по классу ингибиторов ДПП 4. Множественные программы показали нейтральность по отношению к отдаленным событиям, но сегодня мы говорим о раннем назначении, и поэтому, конечно, скорее всего, и вклад в конечные, как говорится, исходы у этих пациентов будет значительно более мощный. Хочу вам продемонстрировать влияние ситоглиптина на контроль артериального давления, и вы видите, что достоверная динамика в пределах 2-3 мм тутного столба присутствует. Это для нас сегодня ценное дополнение к той самостоятельной антигипертензивной терапии, которая является обязательным компонентом лечения наших пациентов. Ну и, конечно, влияние на альбоминурический фактор. Да, скорость клубочковой фильтрации не так легко изменить, и далеко не все препараты вообще демонстрируют свое влияние на этот очень важный параметр, но вот альбоминурическая составляющая, которая во многом отражает состояние эндотелиальной, составляющей эндотелиальной функции эндотелиального слоя сосудистого русла, она улучшается. И это было доказано в многочисленных программах, и сегодня нам уже доступны механизмы, которые объясняют вот такое влияние на альбоминурический компонент. Поэтому, видите, есть прямые, опосредованные эффекты, поэтому получается, что с точки зрения влияния на почечную функцию, вот такое раннее присоединение ингибиторов ДПП-4, конечно, очень и очень обоснованно. Поэтому вам хочу продемонстрировать и сегодняшнее видение роли препаратов этого класса в регуляции в целом состояния почек. И здесь вы видите, что те самые ключевые сегодняшние эффекты, которые во главе угла стоят в любой сегодняшней терапии, которую бы мы не обсуждали, здесь тоже очень активно, как говорится, подключаются, и мы видим хорошие результаты. Завершая свою часть, хочу вам сказать, безусловное достижение в нашей жизни – инкретиновая терапия. Эра инкретинов наступила, и мы не хотели бы с ней никаким образом, как говорится, дистанцироваться. Инкретиновая терапия на сегодняшний день является колоссальным для нас фактором улучшения отдаленных результатов, повышения качества жизни. И сегодня она нам рекомендована как для монотерапии со всеми ее очень важными характеристиками безопасности, физиологичности и так далее, органопротективного воздействия, равно так же, как и в любой комбинации. Сегодня мы можем их комбинировать с метформином, с сульфанилмочевиной, с инсулиновыми препаратами. Хочу вам сказать, что как минимум около 85-90% по всей стране пациентов, это как минимум, а то, может быть, и больше, продолжают лечиться этими классическими препаратами. Метформин, сульфанилмочевина, инсулины – это сегодняшняя картина. Поэтому ингибиторы ДПП-4, присоединяя к любому фоновому, получается, лечению, во многом улучшат результат и позволят достичь заявленных целей. Поэтому хочу вам продемонстрировать те преимущества, которые мы уже сегодня не только знаем, но и уже успели почувствовать в своей практической жизни. Видите, они уже стали реальностью. Это действительно качественное лечение с медицинских позиций, это качество жизни с точки зрения самого пациента. И вы знаете, как всегда, эндокринологи пациента центричны, насколько мы в этом плане очень и очень насторожены. И хочу подчеркнуть, в первую очередь, физиологический контроль глюкозы крови. Чем ближе к физиологии любая терапия, моделирующая метаболизм, тем всегда лучше. Это предсказуемый и ожидаемый по степени снижения глюкозы сам по себе гипогликемический эффект. И вы помните, с чего мы стартовали? Меньше процента, полтора процента, больше, чем два процента и так далее. И в данной ситуации мы почти всегда знаем ориентировочно, какую динамику получим. И, соответственно, действительно ее и получаем. Далее, обратите внимание, нет рисков гипогликемических реакций, нет нарастания массы тела. У кого-то даже и динамика достаточно такая ощутимая, с точки зрения избыточного веса присутствует. И это важнейший фактор безопасности. Для молодых это свобода работы, физической нагрузки, качество жизни. А для пожилых пациентов это, конечно, колоссальная протекция, потому как любая гипогликемическая реакция – это провокация в отношении сердечно-сосудистых событий. Далее, возможность предотвратить прогрессию заболевания и большие акценты на патогенез диабета, на модификацию патогенетических механизмов. Ну и вот основное, что я сочла необходимым выделить – безопасность при любых коморбидных состояниях, при любом возрастном диапазоне. Это могут быть люди старше 90, старше 85, это могут быть люди молодого возраста, и 45, и 50. И у всех это будет хорошая и качественная терапия. И вы видите, простота, применение, как правило, это или однократный, или двухкратный прием, гибкий режим, хорошая переносимость. Все это, собственно говоря, те заманчивые характеристики, которые мы с вами всегда желали получить. И вот на сегодняшний момент мы их имеем и можем использовать в своей практической деятельности. Спасибо.